Здравствуйте всем, я Оксана и жизнь как она есть. Утро начинается с приготовления каши, сегодня у нас каша рисовая, поэтому сначала мы перемоем кругу и потом будем варить. Сегодня не спалось, стало пораньше, сижу спокойно, тишина, все спят, пью кофе, выходит Михалыч на меня ругается, зачем ты так рано встала? Кашу я готовлю на козьем молоке и оно, знаете, такого насыщенного вкуса, поэтому я молоко все равно разбавляю водой. Готовлю кашу, как готовят в детском саду, мне она так очень нравится. Значит, крупу сразу заливаем молоком, водой, добавляем сахар, соль, доводим до кипения, покипела она 5 минут и потом укутываем ее теплой тканью. Конечно, в детском саду ее ничем не укутывают, ей просто дают настояться, ну, а у меня ускоряет процесс это теплое одеяло. Видать, в сахарнице было кофе, плавает поверху молока, ну, ничего, собрала. Каша готова, получилась наваристая, густая, добавили маслечко и все окей. Дети пока еще спят, проснутся, она даже немножко подостынет. Вышла посмотреть, какая погода на улице, на улице очень так холодно. Сейчас пойдем в Хатон. Да-да-да, лохматая, страшная, но время еще у нас только 7 часов. Что-то сегодня еще раньше проснулась. Ну, началась школа, поэтому я уже так просыпаюсь без будильника. Мы идем в Хатон на этот. И, знаете, не я иду с помощниками, а я иду помощником. Наверное, наверное, так. Давай. А там еще Даяна. Он мне вообще заявил с утра, что тебе там делать? И что это мы здесь ходим? Тучка, офигала что ли? Не холодно, тепло. Что ты туда залезла? Коза? Нет, 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 нет. Ну, какая ты бессовестная. Взяла еще... Ой, у меня здесь ведро. Взяла еще и напитала. Ну, чего? Некуда поставить. Дай ведро. На. Ну, знаете, вот, сейчас я переключусь. Вот. Тепло. Хорошо. Лампу включили. Вон, красная висит. И у нас, кто смотрел, знает, что у нас отопление. Здесь практически только вот инфракрасная лампа. Ты доить будешь? Да буду. Ну и что, красотули? Красотули. Подросли. Уже большие стоят. Давай-ка, выходи. Значит, это первая часть. Козлят. Что такое? Сейчас скажите, где вторая часть. Вторая часть здесь. Что? Света, иди сюда. Лунтик, куда делся? Лунтик, опять же сироп, как твой козел. Ну, он и есть козел. Он выпрыгивает вот через это вот. Вот так вот через дерево. В наглую выпрыгивает. Лунтик, иди сюда. Сит красавец такой, видите, какой прям вообще. Мама, с котами сидят ехали. Все. А я его будет утром-тром. Ее я приучу. Лунтик, ты че? Бодаться будешь еще? Ну-ка, давай, выходи. Я тебе набодаюсь сейчас. Давай, выпрыгивай. Давай, давай. Хорошо, у тебя рогов нет, но уши есть. Давай. Ты че вообще обнаглел, что ли? А? Лунтик, давай его за уши и туда. Да. Это вторая часть, козлят. Что хочу? Что хочу? Нет, 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 гулять вы не пойдете, наверное, с утра сегодня, потому что холодно на улице вообще. Все, там стоим. Так. Это вторая часть, вторая клетка козулин. Вы спрашивали, коз давно не показывали. Вот они. Куда ж они денутся-то мелко. Единственная проблема у нас вот сейчас с покрытием. Взрослого козла же нет. Кто смотрел, что я говорила, что у нас козел-то погиб. И взрослого козла нет. И найти здесь, ну, практически невозможно. Либо ждем, когда подрастет наш вот этот лавелас. Лунтик. В скелетке вылазит. Ну. Либо, думаю, может быть, в Амурскую область сгонять за козлом. Ну, все, не надо бодаться. А так, смотрите, он какой красавчик. В принципе, он к козам пристает. Ай. Бессовестный. Выставил там. Метит он территорию. Все, убрал свое хозяйство. Кошмар какой-то. В принципе, он к козам пристает. Уши, как вертолет. Ты взлететь хочешь, что ли? Сид. Сид. Вот такой нос у нас горбатый совсем встал. Ну, на будущий год, скажи, проблем у нас не будет. Ладно. Все. Разделение труда. Они там доят. Удобней. Да? Ну, второй станок нам некуда здесь поставить вообще. Ну, а этот. Все сонные, как воробьи взъерошенные. Ты козлят кормить? Нет. Молоко сейчас упало. Его не так много. Можно сказать, совсем мало. Все самостоятельное. Вон, она уже знает, что ее там доят. И она спокойно идет туда. Все. Ой, Илюша, сними, пожалуйста, полотенце с ведра. А, Ваня здесь. Конвейер. Все приученные. Ну, смена караула. Нам не страшно увеличивать поголовье. Да? Потому что, в принципе, каждому по 10 коз. Кто у нас ходит, котон? Эля, Ваня, Даяна. Нам спокойно можно 40-50 дойных коз. Ну, это нужно новое помещение. У нас в этом году его нет. Я уже говорила, что мы будем убирать кур. На зиму только будет железная клетка стоять. А раньше, вот, помещение, где были утки, все такое, там будем убирать. Скорее всего, туда переведем козлят. Либо туда переведем Дуняшу с Портосом. Пони. Но, опять же, у нас остаются дикие утки и дикие гуси. По-моему, без этого никуда. Они так и останутся. Возможно, в одной клетке они там будут сидеть. Фея. 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 Ах, ты вредная какая. А здесь? Ну, в принципе, может быть, часть козлят здесь оставим, разделим. Не знаю, посмотрим. Ну, в том году, если помните, здесь сидели 24 козы. И им хватало места. А сейчас здесь всего 15 дойных. Поэтому их можно, в принципе, объединить с козлятами и оставить здесь. И будет теплее. Посмотрим. Ближе к зимовке. У меня вот как раз на сегодняшний день сейчас увидела емкость и созрел такой вопрос. Ну, вопрос и просьба, наверное, к вам, дорогие друзья. Вот эта емкость у нас старая, такая железная. Но нам либо ее покрасить надо снутри, потому что ржавеет она. Либо у нас такой вариант. Сейчас на отважном емкость, которую мы брали для ребят. Вот они сейчас ей пользуются. Синюю вы видели, да? Водовозка приезжает туда. Давай ее. Да, да. Давай ее. Ну, вот я и хочу спросить, все-таки, я думаю, что, может быть, вы не будете против, если мы эту емкость на зиму поставим сюда, в хатон. Нам, конечно, было бы это очень удобно. Убрать вот эту железную емкость и поставить ту. Ну, как бы так, мне неудобно, потому что все-таки мы скидывались и собирали для группы. Ну, вот пока они ее используют. Ну, а зимой-то она там не нужна будет. И поэтому я, да, прошу вас разрешения поставить нам эту емкость в хатон. Нам бы было это удобно. Она послужит дальше. Значит, начало дня у нас такое. Нас много, целая грядка в машине. Одеты в рабочую одежду. Или рядом? О, на этот. Мы едем на ферму подсобирать последние огурцы. Вчера вот мы собирали, вечером я консервировала. Там очень много огурцов. Огромных, которые уже никуда не идут. Поэтому мы их соберем козам. Вот, между прочим, вчера козам привезли немножко. Сочная корма. Пусть они, может быть, и бесполезные, но они сочная корма. И поэтому сегодня молока было чуть больше. Поэтому соберем сегодня большие огурцы и маленькие огурчики соберем. Потому что сегодня, завтра уже начнут чистить теплицы, убирать полностью всю ботву. Помидоры уже убрали, а остались только огурцы. Поэтому время у нас еще нет 10 часов. Мы едем пораньше, потому что сегодня еще приедет дочь с внуком, Диана старшая. Поэтому мы быстренько управимся и там, и приедем домой. Я буду консервировать опять. Значит, стоим, собираем дети. Это на засолку. Это козам. Это солить. Нет, это козам. Видишь, он там испорченный. Это козам. Да, это солить. Нет, не в то ведро кинула, да? Михаил сейчас приедет на машине. И на большом УАЗике. И ему все это погрузим. Ладно, вон смотри, висит какой огурчик. Да, видишь? Почему там все. Там больше, там дальше. Да, это на засолку. Все, все собираем, да, ходим? У нас сегодня семейный подряд. Даже Дина работает. Да, Дина работает, закладывает огурчики. Значит, смотрите, какие баночки у нас получатся красивые. Вот такие маленькие. Ваня смеется. Это будут огурчики дяди Ваня. Да. Это сегодня закатали. То бишь, мы целой бригадой сегодня работаем. На это. И Илья. И Данька закатывала. Данька сейчас ушел в магазин. Поэтому без него сейчас разливаем. Да, вот такие вот красивые. Я чуть не перевела. Засмотрелась на твою банку. Вот такие красивые. Вот. Мама. Мама. Да, открывай еще перец. Так что мы вот это вот, вот это все сегодня сделали. А вчера я делала холодным посолом. Вот этот. Здесь уже уксус все добавили в кастрюльку. Поэтому без уксуса, ну вернее, в банки чисто не добавляю. Теперь открой-ка вот эту баночку, не могу одной рукой. Вот. А так уксус сразу в кастрюлю вылила. Ну, маленькие баночки. Это удобно тем, что дети, когда приезжают, угощаешь детей. Еще здесь холодно у нас, конечно, творится. Еще вот огурцы стоят. Вон еще огурцы стоят замоченные. А время уже девятый час. Но мы сегодня все это доделаем. Которые огурцы стоят... Эля, не могу открыть. Огурцы стоят в этом подсобке. Уже сегодня мы делать можно. Те мы уже не успеем доделать. Все готово. Так, одна вот банка стоит у меня, которую надо закатывать машинкой. Что, Даньку подождем? Да я же могу закрыть. Можешь закрыть? Да, я закрываю. Вот. Все. Все закрученные остальные? Нет, еще. Или что, быстро? Все при деле. Нет, Аня бездельничает. У меня ребенок. Это не отговорка. Нет, я же детей почти не хочу. Так. Ну вот. Все. Олег, он стоит и возмущается. Все в огурцах. Да, все в огурцах. Скажи вслух. Все в огурцах. Все в огурцах. И в доме, говорит, пахнет рассолом. Сейчас я посмотрю, сколько у нас еще в этой подсобке огурцов. Так. Ну, здесь. Они уже даже нарезали. Это подсобное помещение у нас, где стоят эти инкубаторы иногда. Они нарезали даже огурцы козам уже. Полный ящик. Тазик. И здесь осталось еще раз, два, две, три коробки. Четыре коробки, которые... Половина из них больше пойдет этим, как, козам. Ну и остальные завтра закрутим. Чопищите. Ну, а на сегодня у нас все. Всего самого доброго, светлого, хорошего. И всего... Подожди. Всего того, что вы сами себе пожелаете. Все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»